Ёпсель-мопсель, кровать так и не заправила, но уже некогда, ребят, уже некогда. Собираюсь к морю, собираюсь к морю еще. Свечи помыла с тумбочек, сушу под тарельнички, где они стояли. Посуду чуть-чуть не домыла, ну так все убрала из раковины, все смыла, раковину протерла. Мусор на выброс поставила. И все же, знаете, ребят, я выброшу эту сковородку, я переложила в эту, она начала немножко подгорать, переложила в эту, в эту еще разогрела. И сковородку поставила вот сюда, вместе с мусором. Сейчас выброшу, я даже ее мыть не стала, сами понимаете, это мусор. Здесь я собралась на море, здесь я собралась на море, ну и все, собственно говоря. Бутылочка воды у меня есть, платье я надела, погода у нас прекрасная. Все, собралась на море. А, кстати, ребят, конечно же, я смыла душевую кабинку. Она просто кристально чистая, что меня не может не радовать. Представляете, даже курточки толком не поносила в этом году. Нужно убирать. Нужно убирать их, конечно же, в шкаф, почистить и убрать. Сейчас это на мусор. Я уже в короне. Воду не сливают из бассейна, с дождями налилась. Кто, блядь, ничего не делает. Тебя, блядь, велосипедов не ставили. Вон положили счета за, как его, за воду 22 лиры у меня. 22 лиры. И 180 за электричество. Кто тут, блядь, кого кормил? Сырок. Ой, 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 как неудобно держать. Все, прекрасно просто. Солнышко светит. Просто роскошная погода. Телефон, блядь, еще не хватало упасть. У меня есть влажная салфетка в сумке. Сейчас протру руку. Погода прекрасная. Не жарко. 19 градусов. На открытом солнце, конечно же, будет потеплее. Но этого достаточно, чтобы пойти в платье. Я же вернусь домой часа в 3, в полчетвертого. Поэтому вполне в платье можно. Тем более на пляже. В шортиках буду, в коротких. И в футболке. Решила, что плавать не буду. Под загорю. Под загорю, подышу солнышком. Ну так. Вот я налюбоваться не могу. Я не верю, что я живу в таком климате и в такой красоте. Я налюбоваться не могу. Владимир Владимирович до выборов в Турцию не приедет. Согласовали, что и в Турции выборы же, и в России выборы. Но в Турции президента выбрали в том году. Это в Турции президента выбрали в том году. А в этом году выбирают мэров. А у нас президента выполняют. Выбирают. Конечно же, у Владимира Владимировича загруженный график. Конечно же, смотри, машина в мой дом приехала. Там двери открыты. А после выборов, ну, потом уже приедет в Турцию. Смотрите, как красота. Ай, какая прелесть. Цветочки, какая прелесть, господи. Какой климат потрясающий. Ну, просто роскошный климат. Тепло, хорошо. А для местных, конечно же, такая погода, она. Ну, она у них каждый год такая. Кстати, знаете, может еще и похолодать. В марте месяце могут начаться ветра, могут начаться дожди. Никто ни от чего не застрахован. Так что, вот так вот. Водичка есть. Потом приду, душ приму, поем. Еда есть и буду отдыхать. Я не посолила. Я протерла плиту. Почистила раковину еще. Ну, почистила раковину после того, как помыла душевую. Протерла унитаз. Ну, так. Фоня Моня навела. Ну, чтобы было аккуратненько дома все. Я, знаете, я не люблю, когда дома, как, знаете, как выставка, как когда все идеально. Мне нравится, когда видно, что следы пребывания людей в квартире. Что квартира живая, что она дышит. Мне это очень нравится. Ну, однако, что я везде волоски все это соберу. Все протрясу. Повешиваю все аккуратно. Что-то у меня ничего нет. Ну, вот так вот. Мои правила. Чистого дома. Чистый унитаз. Чистое постельное белье. Чистые выключатели. Обязательно отсутствие мусора. Дома должен быть свежий запах. Всегда. Чтоб ничего нигде не валялось. У меня, кстати, в углах-то всегда чисто. В шкафах всегда чисто. А вот кушают люди. В шкафах всегда чисто. В углах всегда чисто. А вот на середине может быть розетта. Разбросано быть. Но не сильно. У меня стулья должны прийти. Артем говорит по отслеживанию. Видит, что 29-го доставка передана в транспортную компанию. Что мои стулья весят 30 с чем-то килограммов 35, что ли. Ну, естественно, они не маленькие. Конечно, там машина должна быть совершенно другая. Доставка до адреса. Так что жду завтра. Леня наказала. Говорю, если привезут, пускай выгружают возле двери. У нас здесь никто ничего не берет. Пускай, говорю. Если постучаться к тебе, открывай и распиши, что получила. Пускай стоят. Я приду. Я приду, затащу их в квартиру. Ну, собственно говоря, и все. Скоро буду на пляжике дышать воздухом, наслаждаться. Ой, как же хорошо. Мама написала, Инночка, спасибо большое за деньги. Я должна как-то ее поддержать. Пускай Танька ее повезет. Я закрываю все расходы. Как бы она же должна понимать, что у нее есть дочери, которых она воспитала. И да, я на себя беру финансовую сторону. А что делать? Я не там нахожусь, поэтому... Ну, поэтому вот так вот. Да надо же, как красиво. Такой вообще наклонился. Это надо же, как красиво. Посмотрите. О, и там целый рай. Дверь закрыта. На замок. Ой, как красиво. И здесь, как красиво. Ну, кайф. Смотрите. О, сколько цветов. Сколько цветов красивых. И все в цвету. Здесь сколько. А что он сегодня не открылся? Он не пришел сегодня на работу? Закрыты двери. Может, чуть попозже. Может, какие дела. Ну, он очень хорошо за цветочками смотрит. Это же мужчина переехал вот с того магазина. Хлеб подорожал в Турции. Девять лир сейчас стоит. Стоил семь пятьдесят. Вот, недавно подорожал. Насл сэн. И? Да, насл сэн. И? И? Ха-ха-ха. Муша мула, кстати, это самый, как вам сказать, самый такой богатый йодом фрукт. Самый богатый йодом. Вон, они едут ружут. Маленькие. Вы посмотрите, как я не малыши. Я ненадолго к морю. Максимум на два часа. Максимум. Обстановочку на пляже. Волны. Все вам покажу. Сколько народу. Ну, сегодня как бы рабочий день, поэтому народу, конечно, меньше. Но морюшко вы давно не видели у меня. Так что покажу. Ну, конечно же, конечно же. Выборы на носу. Кандидаты пытаются заработать свой электорат. Вон там какая-то делегация. Стоят мужчины в пиджаках. Я когда дорогу переходила с этой стороны на эту. Ходят, видимо, по мелким торговцам. Спрашивают, какие предпосылки к развитию бизнеса. Как вы выживаете в нынешних условиях. Это ходит оппозиция. Это ходит оппозиция в мелкие эти. Заходят. Фотографироваться они будут. Они будут фотографироваться своими. Вот еще один кандидат. Смотрите, это вот один кандидат. Это другой. Просто. Это просто. Понимаете, вот здесь машины с кандидатами ездят на всю эту... Да все так громко у каждого своя песня. У каждого свои вот эти вот лозунги. Они разъезжают. Это так интересно. Особенно, когда открыт балкон. Ну, это вообще это пизда и шинь просто. Они в трудовые коллективы ходят, где большие. Там в полицию, в магазины ходят. Собирают собрания. Ну, все как и у нас, в принципе. Только более непрофессионально, на мой взгляд. Ну, реально. Более непрофессионально. Как-то, знаете, лучше бы, знаете, вот правила бы начали дорожного движения соблюдать в честь выборов. Нет. О чем вы говорите? Как в 90-е. Лютые 90-е. Посмотри, он несется. Он даже в вуз не дует. Ой-ой-ой. Господи, этого чудовища встретила. Господи. Я, говорит, тебя еще в инстаграме найти не могу. Он заблокирован, наверное, у меня. Скорее всего так. Пожалуйста, говорит, разблокируй меня. Напиши мне что-нибудь. Сегодня, да, хорошо? Я думаю, сегодня хорошо. Такой дурак. Боже мой. Надо за Артема зайти в отель. Никогда не дайте, если я буду с каждым останавливаться и болтать. Фу. Что за мужики стоят? Спортсмены высокие. Баскетболисты какие-то. Ага, реально. Реально какие-то высокие мужики. Такая высокая ступенька. Вот подняться. О, сидит. Сидишь в перчик. Ты готов? Да. Привет. Ну, пошли. Ты готов? Как чувствуешь себя? Ну, нет. Утенки опять что-то голова окружения. Ну, какое-то такое вот. Голова окружения. Просто ты без звания немножко попалела. Ну, таблетку даже выпил. Да. А им не похмеляться признал. Я предложила похмелиться. Говорю, знаешь, драй. Я покал вина выпустил сейчас. О, ну. Ну, короче, дерьмо. Вино не берите. Ну, дерьмово вино. Что-то резко, что-то поддак, скажи. Клайгельсен? Один раз мы с Ленкой обожрались. Ну, как обожрались. Ей привезли домашнее. Угу. Не знаю. Обосрались. Обосрались? Да. Оба? А в три отправились на рыбалку. Подожди, оба обосрались? Ты-то обосрался? Я не удивляюсь. У тебя такой слабенький желудок. Он такой чувствительный. Да, вот так вот вино реагировало. Вот запродило там, видимо. Я очень так, знаешь, где... Мы там собирали все толчки, блин, на этой рыбалке. Я очень так трепетно отношусь к вину. Рыбу не поймали. Посрались. Поехали еле додумать. Ой, я не могу. История, конечно. История замечательная, да. Посидим море. Подышим, позагораем. Артем, наверное, искупнется. Волны сегодня меньше. Яндекс пишет. Стрепти заметит. Да? Ну, я буду наслаждаться. Волнами. Ой, как хорошо. Как же замечательно. Да. Ты в теньке сидел, конечно, подмерз. Конечно. Матрешка. Доставка еды, наверное. Матрешка. Подписан матрешка. Матрешка. О, сложили зеркало. Молодцы. Я уже встала, почистила душ, приготовила картошку с мясом, приготовила, помыла там что-то. Ну, что-то, короче, занималась какими-то делами по хозяйству, да. Вот такое мне нормально. В 12 в час выходить из дома. Вот это вот для меня норм. Вот еще один кандидат. Когда можно баллотироваться. Что говоришь? Ты когда можешь баллотироваться. Меня не примут? У меня нет гражданства? Меня примут. Ой, морюшка, морюшка. Мы уже его видим. Как же оно прекрасно. Народ кайфует, отдыхает. Подбухивают слегонца. Море какое красивое сегодня. Боже, какое красивое. А волны прям реально большие. Всех смыло? Давай. Ой. Немножко вынесло на берег. Я разденусь, чертики надену, футболочку надену. А то мы такой свежестью. Ой, какая роскошь. Вы гляньте. Обстановочка вот такая вот. Народу не так много. Ну, в барчиках сидят. Вот тут в барчик их немножко сидит народ. В Окобич, понятно дело. Первый пляж побольше заполненный. Да, побольше, но не так много. Море прекрасное. И по берегу народ, ну так, рассредоточен немного. Ну, вот там вот мужчина купается. Я вижу. Женщина стоит возле воды. Я купаться не буду. Разденусь, позагораю. Я, кстати, у меня прям и животик, и спинка. У меня такое все однотоненькое. Короткие шорты у меня. И футболка подкатанная. Лифчик. Я бы лифчик не буду сегодня. Белую футболочку надену. Ты пойдешь в воду? Да, я знаю, куда-то далеко не ходил. Сядно. В трусы песок набьется. Пошла я раздеваться. Раздеваться, да лягу. Загорать, чтобы я была вся такая ровненькая. Ровненькая. Волосюшки внахлест все. Чтобы быть такой ладненькой надо. Лежу. Лежу, лежу, лежу. Музыка немножко играет. С какого бара? Не из окон, не из того. Темка вон рядом. Так полежу полчасика, потом перевернусь на спинку. Животик полчасика. Там домой. Часик полтора, максимум два. На пляже буду. Лежим, кайфово. Интернет ловит. Песочек. Гляньте, какой. Прогретенький такой. На самом деле, такие мелкие камушки. Когда он мокрый, и когда солнышко, он переливается. Вот такие маленькие-маленькие мошки хотят сожрать Артемку. Садятся на него. На меня нет. Он говорит, когда я выхожу из воды, мокрый, намочусь, ничего, говорит, на меня не садится. Очень кайфово. Очень. Мужчина-женщина идут. На русском говорят. Темка, вон. На достаточном от меня расстоянии. Не знаю, что он так лег. Отодвинулся. Отодвинулся, отодвинулся. Он говорит, я бы сегодня пошел есть в устат. Я говорю, а я сегодня уже приготовила себе еду. На два раза точно мне хватит. Если вместе, то на раз точно хватит. Темка говорит, схожу один. Ты подождешь меня? Ну, можно и так. Мы гулять пойдем? Пойдем, конечно, гулять. Все правильно. Такой полузасыпает. Полузасыпает. А я хочу подойти к морюшку. Постоять там. Я пошла, постою. Как же клево. Как же клево. Какое же оно красивое. Стою. Животик. Подкоптится. Ручки подкоптятся. Все, нормалек. Темка. Темка. Здесь не самый удачный заход. Здесь плита. Но он говорит, обмыться. Он прям с головой. Море потрясающе просто. Какое же оно роскошное. Море очень роскошное. Но волна сегодня поменьше все-таки, чем вчера. Пойдем, может, немножко прогуляемся по берегу. А, ты сядешь даже. Все трусы в песке будут. Все трусы в песке. Ну, кайф. Ох. 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 Красивое море. Зимнее такое. Ой, за тихо. Очень-очень роскошно. Немножко пройдусь. Жопу накачаю. Ноги так вязнут в песке. Нагрузочка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вода, как снег, да? Вода, как снег. Какая прям. Не в том плане, что холодная. А в том, как это. Пена. Очень красиво. Вода, как снег. Разливается морюшко. У меня ноги вообще все замочены. Даже немножко шорты. Ну и очень хорошо. Ножки подзагорят. Темка сидит на берегу. Я возвращаюсь. Следы видно мои? И тут же их, да? Море. В каком же райском месте я живу? В каком же? О! Боже мой, красивое. Такая роскошь. Такая роскошь. Ну гляньте сами. Вы не можете с этим не согласиться. Очень офигенно. Очень. Это я, чтобы вы понимали. Это мои шорты. Это мои жирные бока. Это талия. И это моя рука. Карманы-то порчатся. А дышится как? Боже. Такой воздух. Он прям вкусный. Вы понимаете? Он прям вкусный воздух. Он прям обалденный. Свежий. Теплый. Такой морской. Вкусный. Я преувеличила маленько на один. Хочу сказать спасибо за просмотр, за лайк, за добрый комментарий. Надеюсь, что вы прочувствовали эту атмосферу. Доброго дня вам. Доброго дня. Ой, мои дорогие. У нас загоралось. Иду домой. Немножко, конечно, разморило. Часа через полтора мы с Артемом встретимся. Где-то в 16.30 у нас ориентир. И пойдем гулять. А я приду домой, отдохну и покушаю. Артем пошел в номер. Говорит, не хочу есть. В дюлимешную даже, даже легонького ничего не хочу. Ну, будем на связи говорить. Ориентировочно на половину пятого встречаемся. Ну и все. Ох. Я домой дойду. Отдыхаю. Отдыхаю и готовлюсь к новым гулькам. Да. А как же иначе? Ох. В денек заходишь такое блаженство. Такое блаженство. Вчера перевели с Артемом деньги. 6 тысяч турецких лир. Я перевела себе на банковскую карту. 6, да, 6. Артем себе 2 перевел. Деньги тратятся очень быстро. Сейчас у меня есть деньги опять. Хожу, рассчитываюсь в карты. Ну, в общем, все. На связи, мои дорогие. Прикиньте, я перегрелась, свернула и в тот переулок. Совсем уже, блядь, дурында. Ой, жесть какая. Мужчины сидят, играют в домино. Время 3 часа дня. Ой. Ремонт велосипедов. О, зеркало есть. Посмотрите, это мне подарили к чаю пирог. Вот я прохожу мимо. А это ваша Эвли? Её? Аби. А, а, Аби. Мне подарили пирог. Ты шокер, Дерис? Ама, ама селянка, блядь. Ох, иди, говорит, сюда. Иди, говорит, сюда, попей. Попей чай, говорит, с нами. Погрючи и сало. Всё, гирь, в раз. О-о-о. Супер. Сонра. Бер-а-бер. Печай. Ой, как приятно. Они меня всегда приглашают пить чай. Всегда. И ещё меня приглашают. Там, где Истамбул, кебаб. Всегда парни меня приглашают. Вообще всегда. Иди, говорит, с нами пить чай. Там пирог, ну, типа нашей шарлотки. Вкусный. Я думаю, что очень даже вкусный. Как приятно. Везде блат. Чика-чика-чика. Как же это прекрасно, принять душ. Смыть всю эту пыль. Ой, вымыть лицо с мылом, шейку, подмышками, под грудью, пирожок, попку. Всё, ноги. Ноги, я думала, думала, я не пойду в душ, если честно. Я не особо вспрела. Но, 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 переворачиваю камеру. Я бы не смогла надеть свои белые тапки. Поэтому зашла, окунулась, сейчас буду кушать, сейчас буду кушать. А давайте посмотрим, что тут за пирог. Что здесь за пирог. Я видела, какой он клал мне. Он на тарелке лежал. Иди, говорит, иди. Иди, иди. Я быстренько побежала. Я иногда раньше заходила к нему кушать. И каждое утро, каждый день. Почему утро-то? По утрам не выхожу. Выхожу с ним и здороваюсь. Здравствуйте. О, гляньте. Гляньте. Ой, какой пирожок. А ну. Очень сладкий. Ммм, какой вкусный. Ммм, так. Так, свечки нужно вернуть на тумбочку. Надо жечь их. Почему я их не жгу? Я жгу их крайне редко. Они такие долгоиграющие, я хочу сказать. Такие долгоиграющие. Я их зажигала, наверное, раза четыре на длительное время. Да, раза четыре, наверное. Так. Это пробка, чтобы придерживать балконную дверь. Вот это вот. Какая прелесть. Какая прелесть. А сейчас, подождите. Давайте-ка пробу снимем с моего блюда. Одной рукой же херч поставишь. Это же вообще. Так, а ну, ставлю вас. Вы еще за кольцо держитесь. О, посмотрите. Поставила. Так, хочу пить. Это во-первых. Это во-первых. Надо минералочки хлебнуть. Только что, знаете, сомневалась, выпила я витаминку или не выпила. Забыла. Кажется, как бы сравнялась. Только что в душ зашла. Посикала в душ. Смотрю, плитка желтая. Это, кстати, показатель того, что вы пьете витамины. Свет ночи меняется. Становится прям, прям желтый. Как футболка у меня, в который я хожу. Смотрите, это моя капа. Так, буду я греть? Я не буду греть. Я не хочу. Нет, нет. Я не хочу греть. Я не хочу греть, потом ждать, чтобы остывало. Холодновато. Ну и что? Блин, какой. Или погреть? Да я не хочу, блядь, греть. Не, погрею. Что делать, блядь? О! Блинница! Как я ее не выбросила. Я же должна была и ее тоже выбросить. Я забыла, про она мне на глаза не попалась. Я вынесла эту сковородку, это мне не попалось на глаза просто. Я бы ее выбросила. Вообще-то, ну я сейчас не буду ее мыть даже. Погрею вот на ней и вынесу ее. Мусорку сразу брошу. Не раковина, а в мусорку. Вот и все. Как же я люблю, когда у меня дома еда есть. Боже, это такая роскошь. Это у меня закрытка бывает. Даже, блядь, не хочется ни с кем делиться. И если бы Артемка пошел ко мне есть, я буду, ну еще знаете что, я готовлю, я готовлю без соли. Это, знаете, это на любителя. Можно, конечно, и досолить, как сказать, но я готовлю без соли. То есть, как бы, ну такая, на любителя еда, на любителя. Я бы сказала, на ценителя, а не на любителя. А чем пахнет в холодильнике? А, сыром, блядь, мороженым пахнет. Вот чем пахнет. Луком, блядь. Вот сыром пахнет. Ты не посмотри, жопка, жопка масла. Жопка колбаски, жопка сырочка, жопка масла. Сейчас сюда же положу сырок. Это сюда. А луковица пускай будет здесь, и я ее съем. Я бы, я же не положила еще, я прям очистка, отлично я и сковородки полю. Отлично. Как же роскошно сейчас будет. А ну, ложечку. Ммм, боже, какая роскошь. Боже. Все, достаточно грей. Боже, как вкусно. Я даже не верю, что-то я приготовила. Боже, как вкусно. Сейчас маленькое миску порежу. Сам покажу, чтобы оно было помельче. А то уж какие-то больно шашлычные эти. Режется, посмотрите, как просто отходит. Может, сковородку не жареет. Я все равно что ее выброшу. Все, прекрасно. А ну, пойдемте-ка на балкончик. Сегодня мы там с вами не бывали. А ну. А я уже пришла. А потом пирог. Возможно. А я уже пришла, протерла шкаф. Развесила шортики свои, потому что они вспрели маленько на пироге. Развесила платье. И вот шкаф протерла уже. Вот так вот. Крепенница. Смотри, какая прелесть. Так. Так. Так, так, так. Так, так, так. Сейчас Лолочку поставлю вам на передний. Это план. Вы ее шибко полюбили. Мою Лолочку. Поставила видео на загрузку. Утренняя на час получился. Без хлеба, без всего. Господи, какое вкусное мясо. Какая вкусная картошка. Я клянусь, это очень вкусно. Мясо со свининкой. Ой, свининка с картошкой. Это божественно. Какой забудет вкус. Какой забудет вкус. Будете приезжать, везите мне мясо. свинину. По килограммчику каждый подписчик привезет. Ни хера с вами не случится. Смотрите меня. Питаетесь моей энергией. Везите мясо. Я клянусь, как это вкусно. Замотала волосы. Были в косичке. Замотала волосы, пошла в душ, подняла наверх. Господи, как вкусно. Даже жевать не надо. Оно тает во рту. Это мне хватит вот на эту порцию вечером поесть. И завтра утром еще хватит поесть. Да. На цели приема пищи. Угу. А что это за это? Это волосок нахуй. А нет. Прожилочка от мяса. Божественно. Просто. Просто божественно. Это что, вкусная картошка. Мои все рецепторы вкусовые. Благодарят мои золотые руки. Какая ее рукодельница. Ммм. Ммм. О май гад. я за последнее время вообще не дала клянусь за последний наверно года божественно просто я не знаю готова дефирам бы петь о как вкусно прекрасно после всего пьяна сколько дней уже не пью 600 6 день не пью она мне надо пора развязывать эту лямку как вы считаете напишите в комментариях